Кингисепп, тебе на пэ. Верим. Москва. Аркадак. Да нет такого города. Есть, я туда в отпуск ездил. А Чекин там есть? Чекин – новый удобный сервис бронирования отелей по всей России. И в Аркадаке тоже. А еще они сами проверяют отели. Когда я собираюсь в магазин, я всегда беру с собой сервис-пакет. И начинается магия. В этой жизни я давно понял, что не хочу дома готовить. А в супермаркетах клево. Перекрестки с готовой едой на районе. За ней никуда не надо ехать. Чудеса прямо рядом с подъездом. А чтобы там закупаться волшебно, пользуйся X5 пакетом. 120 рублей стоит этот сервис. Дает кэшбэк в виде баллов, а баллы средства. Я его оформил, а за рим луч света. Я больше покупаю за те же деньги. Блюмс. Только в перекрестке, как будто фантазии. Много офферов. Кэшбэк 20% на кухню готовую. 4 рубля в день, что скажешь, неплохо. Пакет – это то, что можно купить, чтобы с твоих покупок возвращалось много баллов. На сайте X5 курсор наведи, как всегда чудесащий в описании. Пакет – это то, что можно купить, чтобы с твоих покупок возвращалось много баллов. На сайте X5 курсор наведи, как всегда чудесащий в описании. Подключайся к сервису пакет от X5. Получай кэшбэк 20% в магазинах перекресток за покупку готовой еды. А если покупать готовую еду каждый день, накопленный кэшбэк можно тратить на последующие покупки в перекрестке. Получается оплачивать баллами, а не рублями, сохранив деньги. Вот такой вот магический пакет. Тёма, ты смотрел вообще на ткас? Да, что ты смотрел точно? Какие-то смотрел выпуски? У нас есть такой прикол. Каждый раз, когда я рассказываю, что женщинам тяжело в каких-то аспектах жизненных, что на нас много свалено всего и так далее, у нас происходят какие-то дискуссии оживлённые. В основном у нас ещё с Игорем есть некоторое противоборство в этом плане. И у нас был выпуск про феминизм. Прости, ты мне как на столку правила объясняешь. Ну и тебе, и людям, которые, может быть, не смотрели до этого. У нас был выпуск про феминизм, где я рассказывала, как женщинам сложно все вот эти бытовые моменты делать, организационные и так далее. И Игорь мне что-то там сказал, что а мы, мужчины, должны, если что, за вас умереть в баре, в драке заступиться и что-то под пулю лечь. Вот. Я ему сказала, что мне на это вообще насрать. Потому что мы обсуждали женские проблемы. Вот. Сегодня мы будем обсуждать ваши мужские проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, как там давит на вас общество, стереотипы вредные. Ну, в общем, выпуск сегодня о том, как сложно быть мужчиной. И я, в отличие от Игоря, не буду здесь говорить, а мы женщины за то, что за вами убираем. Я просто буду вас слушать, с вами обсуждать. Вот почему. Ну, вот почему. Вот почему. Потому что я немножко погрузилась в тему, пока готовилась. И оказалось, что стереотипы... Мужчины такие слабые. Нет, такие родимые. Что вот, короче, есть понятие токсичная маскулинность. То есть это вот всякие навешанные стереотипы, какой должен быть, типа, настоящий мужчина. Strong man. И прикол в том, что то, что эти стереотипы живут и процветают, это мешает всем, и мужчинам, и женщинам. Поэтому, ну, это действительно не та проблема, с которой я буду там шутить или как-то несерьезно к ней относиться, потому что это косвенно и меня тоже касается. Ну, посмотрим, как пойдет, конечно. Это очень низко. А почему тебе это косвенно? Очень низко. Ну, например, вот есть вот такой пример, что есть стереотип, что мужчина не должен там проявлять слабость, особо как-то говорить о своих чувствах, вообще показывать, что он ранимый, что он там любит, например, ну, как-то вот жену, ребенка своего и так далее. И это влияет на женщину в отношениях, потому что она такая, от него, блядь, ничего не добьешься. Как он ко мне относится? Я не знаю. Мы не можем поговорить. Ну, человек не плачет, у него очень рано начнутся проблемы с сердцем. Он мне дорог. Я хочу, чтобы он подольше прожил. Ну, в таком ключе, например, это меня касается. И в отношении бытовых занятий, что меня всегда очень волновало, дел, это тоже отчасти идет от того, что, типа, это не мужское дело мыть посуду, это ваше бабское и емой. Ну, это вообще, это вот кто это? Кто-то вообще, это где-то работает. Я вот это, где это происходит? Это вообще уже не существует. Ну, либо я вот выскочил из тех кругов, вот это, где это мужское. Ты выскочил из тех кругов. Мужское, это вот до сих пор может что-то поднять. Это мужское, потому что, ну, она не то, что мужское, а у нее не получилось. Она попробовала, и это ничего не значит, что и у меня получится. Я тоже попробую, и мы вызовем сильного мужа. Да, и тогда уже грузовичков. Мне вот не стыдно, что я что-то не могу поднять или пронести. Ну, мне тоже, кстати, не стыдно. Потому что у меня реально травма. Я реально слабый. Нет, так не получилось. Мне стыдно сто процентов. Главное, чтобы не на футбольном поле вот это, где ты под камерой бутылку открыть не можешь. Вот это уже прям обидно, да. А так, мужское, не мужское. Я вот, кстати, плакал, да, что вы говорили? Да. Про эмоциональность. Я плакал недавно. Тузы, тузы сразу достал. Да, да, вот так с женой просто. Мы где-то были в Турции, я так устал. Не от Турции, а просто я эмоционально уже, я так устал и просто вот так уже ревел сильно. Какого-то ревешь вот так с женой. Это, знаешь, ну... Дорогого. Это серьезная штука. Нет, блин. Это... Прикольно даже. Это вначале вот это, и потом через несколько лет вот это происходит. И меня так просто прикалывало, что жена так вообще быстро подкидывается на это. Вообще секунда она уже со мной плачет. Секунда. Такое обычное типа дело, ну... Не, ну с другой стороны, а если она не плачет, то ты плачешь, тебе неловко, а тут вы вроде как вдвоем. Ну мне это... Я просто для меня это было мое дело. То есть я такой, я плачу, и я вот все, я ухочу, я уже вот так буду плакать, все. То есть я какой-то был еще в нас момент в отношении, когда я книжку читал, как же она... «Бегущий за ветром» вы читали? Вы же все книжки уже на свете прочитали, да? Ты читал «Бегущий за ветром»? Нет, не читал. Ну там очень-очень грустно. Грустная книга. Как бы там много щенков, и прямо вот так их сбивают, потом отъезжают опять. Ну вот так грустно, просто очень... Прям пробивает тебя вот так на слезы. И я... У меня жена вот так лежала, и она спала. И я все равно вот так, когда на меня так начали течь слезы, я вот так вышел, чтобы она просто лицо мое не видела. Вот так я вышел. Как мим, да, чисто. Да, и короче, а тут, да, я прям плакал, она так подбилась вообще. Сразу так... А-а-а! Даже когда ты такой... Ну тебе просто хочется вместе, да, с вами поплакать. Это досуг. Она в моменте должна быть в плаче спросить, а что случилось с ней в целом с тобой? Да нет, так и происходит. То есть они вот так и спрашивают. А я такой, да что, вот когда это уже происходит, тут уже сейчас мы не поговорим. Ну что, уже все произошло. Вот все, что было, это сейчас произошло уже, вот. Ну, кстати, круто стало. Плакать разъеб. Просто я так устал почему-то. Подумал, что я вообще всю ответственность на свете несу. Ну... Всю на свете. Вот все, что в моей семье еще касается. И все родственники еще почему-то. Хотя... Это термин такой, запылесосить ответственность. И так... Ну вот это есть просто. Нам вот просто мужчинам это реально не хватает. Надо просто вот это признать свою беспомощность на минут пять. Вот когда дома так... Ну вот как вот ты говоришь перед тем, что-то начать. Вот только еще и поплакать. Да, я поддерживаю это. Надо попробовать поплакать и подрочить одновременно. Мы... Не получается. Мы были недавно в Казахстане с Дорохом, Азаматой и Славой. Ездили на фестиваль. И, короче, я говорю, я иногда дома плачу. То есть мне грустно. И я, ну, просто сижу и такой, блядь, я не могу. И начинаю, короче, реветь. И они просто угорали надо мной весь вечер. Ну это угарно, потому что... Это не угарно нихуя. Я ждал поддержки. А кто... Я не первый начал. Кто-то такой, ну да, эмоции, это нормально. Я такой, я вообще плачу. Они такие, ты плачешь? Ты что, долбоеб? И просто весь вечер надо смеялись. Ну да. Это ненормально, считай. Не, ну слушай, это... Ну контекст важен, конечно. Да, это ж еще... Ничего себе, ты там собрал команду. Еще бы, еще бы что-то поинтереснее в своей жизни рассказал. Платье. Так, ну а что? Ну, поплакать. Ну, прям есть часто плачь, что, наверное, не надо. Раз в полгода. О, ну это хорошо. Таще, чем я. А сколько ты плачешь, Зоя? Я очень мало плачу. Я плохой пример в этом плане. Я раза три видел Зою плачущей. И все три раза это был какой-то пиздец. Кошмар. А у вас было, что вы вот уже пошли, вот уже поплакали, идете в ванну и вот так вот в зеркало и чуть-чуть еще чуть-чуть плачали? Знаете, как с блевотой? Когда, ну то есть уже и чуть-чуть такой, ой, и какой они еще! Тормозной путь. Ой, круто как. Я последний раз плакала, когда отвезла кота на операцию по удалению зубов и ехала обратно в такси. У нас с ним одинаковые, типа, дела? Да, да. Но его там оставляют на весь день, потому что там полный наркоз, все дела. Типа я утром отдала, мне сказали, вечером мы вам позвоним, если все пройдет. А они там нагнетают все время. Я уже не первый раз котов оперирую. И они тебе там говорят, ну, мы его обследовали, он вроде бы полностью здоров, он должен нормально перенести наркоз, но переносят не все. И даже молодые умирают. И даже такого цвета, как ваши, тоже умирают. И они вот, типа, все это тебе говорят, чтобы ты потом... Стоит тебя к тому, что, ну, такое произойдет. Зачем тебе это делать? А у тебя, блин, я боюсь себя расстроить тебя. У тебя умирали уже животные? Да. А, ну и все, это... Это черствей. Ну, я вот как-то рассказывал, вот это у меня собака умерла, девушка в зале плакать начала и ушла на стендап. Это уже черствеешь. У меня у родителей уже вот где-то две собаки умерли. Вот прям вот так, так-так-так, вот так. А у нас одна была, вот эта, которая двором, дворовая порода вот эта. И она, ну, вообще, что-то жила ее там, и машина ее сбивала, и вообще похуй, ну. И когда она умерла, сильно расстроились, они купили новую, и прям, ну, я тоже сильно расстроился. И они купили новую, и она прожила полтора года. И когда уже у тебя вот так умирают собаки, ну, ты такой, да уже, все. Я уже даже не запомнил, как зовут новую у них. Я уже просто... Это же животные. Они же поэтому так мало живут. У меня не так, конечно. Умирают, покупаешь новую. И вот так конвейер делаешь из этих животных, чтобы просто себя чувствовать лучше. Есть дыра вот эта в душе, и вот так, только вот так животными ее уже закидываешь. Айфонами, вещами вот так, животными. Все, чтобы мы себя лучше чувствовали. Если чувствуешь мало, еще берешь. Их можно вообще прям и помогать им. Я так и делаю. Я вот понимаю. Просто поэтому какие-то вещи уже... Там поплакал, и все, да, и все нормально. Мы же живы. Главное, чтобы мы были живы. Нет? Ну, это же главное. Нет, но все выбирать. Я считаю, мы все должны пережить своих котов и собак. Ну, потому что если нет... Нет, в этом плане, да. Ты или Марвел, Зой. В этом плане, да, потому что я думала об этом, что если я умру, то кто, блядь, о них позаботится, и куда их держится, непонятно. Не переживай, не переживай. А они вот так, смотри, вот так. А ты пробовал им окно открывать? Они прям с кайфом дома сидят? Просто дать им выбор? Нет, нет. Насколько они осознанный Марвел. Братан, Зойные коты явно с кайфом дома сидят. Ну, у них стоматолог, у них... Мы им пентхаус. Они не хотят вот туда, к этому, к барсику на улицу. У них он вот этот, бля, в капюшонах, бля. Они явно хорошо устроились там в центре Москвы, и все клево у них. Купить либо кофе с дополнительной скидкой в 30% по специальному промокоду вы можете по ссылке в описании. Мужские проблемы, да? Ну, а что еще? Вот плакать, что еще, типа... Вот смотрите. Давайте. Я вчера сначала решила просто из головы накидать, вот что, если мы абстрагируемся от того, что я думающий, эмпатичный человек, вот, допустим, я просто... Ну, просто человек. Вот что входит в понятие настоящий мужик по каким-то вот таким стереотипным штукам? У меня много получилось. Значит, не плакать, не проявлять эмоции. Быть смелым, не показывать, что тебе страшно. Никогда. Защищать женщин, детей и всех слабых. Если что, пожертвовать своей жизнью и быть героем. Ну... Ну... Ну, это что-то, что... Бэтмен или мужчина, или кто это? Не, ну, такое есть, ладно. Ну, да, да. Самолет садится, там, неудачная посадка. Сто процентов. Ну, как бы ты помогаешь... Никто от женщин не ждет. Даже у железного человека был вот этот металл, блядь, чтобы его не убили. Обеспечивать семью. Ну вот, кстати, да. Вот это более реально сегодня происходящее. Обеспечивать семью, быть успешным. Решать любые проблемы, нести ответственность за родных. За всех. Ну, не только, там, за маму. Тут я согласен. Какой-то есть механизм чисто, как будто... Нет? У вас нет такого? Есть, есть, конечно. Просто встроенный. Как собак вот эти, которые пасут овец. Не, я думаю, не так. Ну, просто так делал папа. Он не встроенный, да. Мне кажется, это социальная штука, что ты с детства. Вот тебе про роли рассказывают. Типа девочка, тебе говорят, там, учись, ты будешь хозяюшкой. А мальчику говорят, там, не плачь, ты будешь защищать всех. Ты защитник. Потом говорят, не ленись, ты же будешь работать там, ты будешь всех обеспечивать. Ну, как-то это все равно витает в воздухе всегда, что это... Да, условно, математика, третий класс, это там, любая задача, она делится на вот это гендерное различие, где, типа, мальчики, они стреляли из рогатки, они там, не знаю, разгружали вагоны, а девочки считали цветы. Яблоки. И яблоки, да. Ну, типа, это подается сразу. Просто больше ничего не дали. Типа, мальчики, это тяжелый труд и всякое такое, а девочки, это, типа, красота, уход и всякое такое. Ну, с самого начала. Я бы вот, кстати, вот это, что в школе, у меня даже в стендапе где-то было про... Что вот эти труды мне в школе, мне зачем вот эти все труды? Мне зачем эти кьянки, блядь, вот это? Дождите меня готовить. Вот это, что они делают там? Это всем... И мне тоже надо. Меня в школе уже настраивали, что мне не надо это уметь. Мне кто-то, какая-то женщина придет, сто процентов, и что-то сделает. Как было невкусно в школе, когда нас звали, блядь, девки попробовать. Да. Не дай бог еще девочка, которая тебе нравится. И ты, типа, вкусно. Ну, баба в кусте. У вас там девочки готовили? Да. Ну да, на трудах. У нас девочки на трудах только вот это вышивали. Мы шили, мы шили, вышивали, готовили. Мы сначала все сшили фартуки, надели их и пошли. Там кухня специальная была. Блин, вообще. И там мы готовились. Она все продумала. Надо было, чтобы еще книги напечатали, потом их поджитали. Вот вообще разъем. Вот это, что обеспечивает семью. Это же про то, что, типа, он зарабатывает, работает, а она дома. Ну, то есть, правильно? Ну, в какой-то вариации. То есть, он оплачивает счета, он за все, а ее деньги, это ее деньги. Да, я вот это часто встречаю, типа, где-то, ну, я там читаю какие-то паблики женские, вот такие штуки. Иногда специально, иногда случайно мне попадается. Что, да, типа, наши общие траты, это должен мужчина обеспечить. Он добытчик, типа, он тут главный. А я работаю, во-первых, себе в удовольствии. То есть, ну, грубо говоря, позиция таких женщин, которые так живут, они говорят, а зачем, чтобы я тоже домой приходила затраханная, задолбанная после полного рабочего дня, там, на тяжелой работе? Чтобы было равноправие. Ну, я-то тоже так считаю. Но они говорят, а вместо этого я работаю себе в кайф, там, три дня в неделю, зарабатываю на свои какие-то штучки, на свои туфельки, там, шпильки, еще что-то. Зато он приходит, я ему, там, улыбаюсь, что-то там, у меня уют. Я на каблучках дома, вот эти домашние тапочки на каблучках. Бля, это вообще, это какая глупость. У моей прекрасной няни, блядь. Какая глупость, вот это... Ну, это я утрирую, но, короче, я очень часто это встречаю, что, типа, да, общие деньги, это он зарабатывает, а мои деньги, это чисто мои. Тут просто важно подчеркнуть, это мы не уходим тут к гиперболизации, вот это, когда про это говоришь, всегда, а, вот он жадный, да нет, просто уже чуть пора менять схему жизни, ну, все. Все, уже и вы работаете, и мы работаем, и вы заебались, и мы заебались. Просто это какая-то жизнь такая фантастическая, нет? Вот этот прикол. Где ты просто живешь, как тебе кайф. Ну, просто она вот домой приходит, такая, нахуй эту работу, и не идет больше на нее. Блин, это реальные случаи. Так это вот, вот это сегодня вот так происходит. И, типа, ты виноват, ты ничего не можешь говорить. Как вот быть вот в этих... Это не моя личная ситуация. Просто и в таких ситуациях миллиард. Блин, ну, для меня это, короче, странно, потому что, когда я не участвую в таких ситуациях, я как будто в чужое дело лезу. Ну, я вот... Меня... Вот все, что ты перечислила, для меня не является проблемами. Ну, потому что... Я еще не все перечислил, кстати. Да. Вот именно там умереть, защитить, я просто с этим не сталкивался прям лицом к лицу, что вот, на кого-то напали, и я защищаю, да. Я не считаю это проблемой. Наверное, если я столкнусь, и действительно к женщине пристают два каких-то мужика, мне нужно будет вступиться, я, наверное, буду думать, что это проблема действительно на тот момент. Но сейчас там обеспечивать и родных, и близких, и там семью, не знаю, может... Ну, для меня как-то норма это. Не является проблемой. Я не считаю, что это правильно, но у кого-то это правильно, у кого-то нет. Хера его знает. Блин, делюсь. Увидел, короче, сейчас новый фильм. Не знаю, когда это выйдет, но этот фильм уже идет, так что это можно говорить. С Лапенко, фильм... Да, я поняла про который. Ты поняла про который? Вообще, идея так проста. Вот, то есть, в другом каком-нибудь фильме это одна сцена из фильма, а тут весь фильм посвящен этому. Там, типа, Лапенко играет парня, мужика, который, типа... Ну, там, все у него круто, у него семья, все хорошо, он работает, купил дачу, и вот они на даче. И на этой даче сосед, соседский чел что-то поругался с его женой и, типа, дал ей, короче, пощечину при нем. Ну, ударил ее прям. Типа, заткнись ты, мразь, нахуй. И он ничего не сделал. Вот он понял, вот этот... Вот он не смог. Вот он... Не смог он. Ну, это я трейлер только посмотрел, там, вот это в трейлере. Это основная, как бы, тема в фильме, что вот... И то, как поменялась его жизнь после этого, как вот это... Как он съед... Как ты съедаешь себя за то, что ты, блядь, ну, там, струсил, спасовал или что-то такое. И ведь ты, будучи пацаном, наверное, вот когда ты первый раз в мужское сообщество входишь, не знаю, это там... Для кого-то это садик, для кого-то это там школа уже. Я в садик не ходил. Типа, у меня это сразу улица была. Вот на улице. На улице, кстати, было вот это правило, что... Ну, не просто негласное, что если чувак идет с девушкой, то до него не будут, ну, не должны доебаться. Да, я сейчас это расскажу. Все такие, ну, вот был он один, тогда да, а при ней, ну, не надо. А Владик, это прям очень важное правило. Это прям, типа, ну... Типа, даже если ты самый последний, вообще, чертополосный... То есть настолько все понимают, насколько важен вот этот момент, что... Да, но вот у меня был такой... Я из-за фильма, я из-за этой херни вспомнил... И это же... Я такой, это же... Меня, блядь, реально же травмировало. Но тогда ты живешь не ту жизнь, что сейчас, где ты пытаешься быть чутким к своим каким-то там психотравам и чувствам и состояниям. Ты такой, я, наверное, к психотерапевту надо это проговорить. Тогда ты такой, блядь, больно мне, жутко мне, не знаю, как это вообще об этом говорить, можно или нет. Но был момент, когда я гулял с девчонкой. И... Ну, типа... А до того момента у меня как раз тоже не было такой ситуации. То есть я уже дрался, но эти драки бывали такие... Знаешь, когда ты все равно... Я чувствовал, что... Типа, да все нормально будет. Ну, знаешь, ты смотришь на соперника и такой, да все нормально. Я же... Ну, условно, не то, что я какими-то, типа, там, додиками... А, ну, типа, мы, типа, равные типы, все нормально, не знаю. Я еще занимаюсь спортом, я в целом себе уверен. И такой... А это уже было чуть позже. То есть это все равно были детские драки. То есть все равно там ты до какого-то, лет до 15, это детские драки, до 16. И тут я вот уже подросток такой, типа, пацан. И мы... Я гулял с девчонкой, тогдашней какой-то вот девчонкой. И типы... Три типа, вот так, типа... Ну, тоже пацаны. Мы преследовали нас. И каждый раз, когда... Ну, специально, короче, садились на скамейке, где мы сейчас пройдем. И каждый раз, когда мы проходили, они начинали, типа, утрированно, типа, смеяться, типа, и отпускать какие-то, типа, приколы. А я же это все знаю. Ну, типа, я же в мужском мире отдельно от нее тоже живу. Я же тоже так мог бы и делать. И я один раз, короче, один раз я такой, типа, дураки. Не люблю вас. Второй раз, там, третий раз. И в какой-то момент я такой, типа, подожди, типа, секунду. Я сейчас вот это поправил свой галстук. Подошел и говорю, чуваки, типа, там, может, ну, типа, нормально себя ведите. Ну, короче, там, что-то попытался, короче, сказать. А они, они сразу, типа, они вонючки. И вообще мне шансы не оставили. Типа, при ней еще, типа, а что, если вот это вот нет, нахуй вообще. Я понял, нахуй. И я такой, типа, вот, знаешь, как вкопанный остался. Я такой, ну, уже их три. Я такой, у меня сразу худшее развитие событий в голове. И просто я вот в ступоре. И я, короче, пошел на попятную. Не подрался с ними. И вот так ушел. И вот это, знаешь, еще с ней вот это молчание, блядь. А я все, я уже в голове, даже не с ней. Я в голове уже с братом, который, типа, в этой ситуации, типа, перед ним вину чувствую, что, типа, вот у меня, типа, брат, он такой уважаемый, типа, такой. Он бы на первой стадии уже, там, типа, был, у них дела. Но это где? Это во Владике было, да? Дома, да. Вот поэтому мы все в Москве. Потому что здесь все. Здесь другие правды. Здесь с ними дерутся люди уже. И это все к чему? Что, типа, дело не в этой истории самой, как бы, ну, типа, дело в том, что я потом так сильно из-за этого, ну, это меня прям так сильно надломило, что я, и у меня вот эти чаяния каждый день в школе, прикинь, вот я там в восьмом классе, а я зачем-то думаю не об уроках, и не о... А я думаю, бля, я что, трус, бля, я вот из такой семьи, типа, это вот мой брат, типа, я, я что, трус, бля, здесь, блядь. И меня это, блядь, триггерил, триггерил. И потом в аналогичной, похожей ситуации, я такой уже просто, типа, вообще без... Даже не разобрался. Я такой, ну, нахуй. Я, типа, эту психологическую хуйню заново. И меня отпиздили в такой же ситуации, ровно такой же. Но... Здесь вот в том, что эго есть. Вот, допустим, вот такая же, видишь, ты забоялся просто, ну, впоследствии, и начинаешь себя им носить. Вот какой я плохой. Но вот самолет, допустим, да? Ты тоже боишься лететь, и нету такого после самолет, что ты такой, ой, какой я лох. Ты просто такой, блядь, фу, мы едем на поездах. Все, нету, понимаешь, вот так ты решаешь проблему. Ты думаешь, какой я слабый, а они все летают, а я еще мужик. Вообще нету такого. Ну, видишь, ну, типа, в случае с самолетом ты действительно ничего не можешь сделать. В случае с двумя типами ты можешь их отписать. И они рассказывают там. Вначале она выходит, ты не слушаешь, что рассказывают? Нет, дружище. Так, что к ситуации... Только то, что вот летит самолет или не летит, не от тебя зависит. Он летит, и ты вообще во власти вот этих пацанов за штурвалом. Все, ты ничего не можешь. Или женщин. Или женщин. Блин, кстати, больше всего женщины всегда начинают кричать вот в этих ситуациях, когда, знаешь, когда вот эта пошла турбулентность, и когда все такие, ну, хорошо. Хорошо. И что-то, что-то еще сильнее, первое вот это и ты такой, ну, ага, все, хорошо тогда. Все. А то мы не знали, что пизда. Я как раз в самолете в такие моменты выбираю, нахожу, типа, есть же вот эти спокойные женщины и мужчины взрослые, которые вот, ну, мы уже вот здесь, они такие... Которые уже ДНК передали. Да, они такие, типа, ага. Очень крепко стоят. Типа, вообще им вообще все нормально, типа. Я пытаюсь изображать до какого-то момента, что я вот такая, а я типа... Конечно, я до конца изображаю. Которые, видимо, в полжизни на кукурузниках летали, и типа, да мы, блядь, давай, нормально. Я на них смотрю, такой, да, все хорошо, все хорошо. Я же... Я бы мечтал вообще быть этим, который, знаете... Ты будешь летать? Ну, и знаешь как, уже нет. Ну, как вот... Я, короче, хочу... Я хочу, да, я хочу садиться и вот засыпать до взлета. Ну, это... Ты не можешь... Ну, нет, ну, я таких вижу. Паша, вот, иди еще, может, пак, блядь, летится в самолет, он просто на кольцах вылетит. Ты же и так не спишь. Ну, не засыпаешь. Не, ну, иногда сильно хочется спать. И просто, знаешь, вот это такая... Да, я сплю, а сам такой... Ага, оторвались, да, уже? Так, так, так. Все, пиу, вот это, пиу. Я только буквально вот относительно недавно все звуки в самолете выучил. То есть раньше у меня любой звук, пау, я такой, Это корабли крушения! Вот этот момент, когда уже... уже долго, спокойно летим, типа, свет выключен, и все такие, ага. И потом через наушники тебе, типа, пиу, пиу. И ты такой, да, что-то, стоп, что-то произошло, я, блядь, наушники все выключил. Еще когда вот это, он там, что-то... Такой, блядь, ужасно. Говорит, что падают, да, наверное? Нет, еда пошла. Ну, вот, ты говоришь, там, вот сейчас все в Москве, уже нет драк, но это же все равно, вот это одна из первых вещей, которые я вспомнила из такого... Ну, я потом такая... Думала, что плохого в том, чтобы быть мужчиной? Какие есть плохие моменты? Я вспомнила, что, несмотря на то, что меня в школе как-то задразнивали и не любили, но мне не приходилось сталкиваться с ситуацией... А как сейчас мы тебя любим? Сталкиваться с ситуацией этого, ну, физического вот насилия. То есть самое стрёмное, что было, это вот мы вышли и нас очень неожиданно такими плотными, тяжелыми снежками обкидали. Было... Будни, жесткие будни. Да, да. Но при этом я знала, что все ребята практически, они постоянно в каком-то напряжении. Есть вот те, которые всех... Это вот они играться с вами пытались. Есть те, которые там, типа, могут наезжать. Есть вот какой-то такой средний пласт ребят, которые могут дать отпор, могут получить пизды, непонятно. И есть самые бедолаги, которым точно наваляют под 100%. Подожди, вы, будучи девочками, во всем этом все-таки разбираетесь, да? Конечно. Блядь, а ты, ну, типа, ты когда в школе, ты уверен, что, ну, весь этот пацанский мир, он только мы шарим тут, кто кому пиздов дает, кто кому... Ну, иерархию вот эту. А девочки, они вообще не понимают, кто из нас... Знаешь, что еще может быть такое, что когда девочка, ей нравится вот этот парень, которого прям все пиздят. Ну, то есть он ей нравится, и она такая, ну, наверное, нет. Блин. Я не буду вот этой. Вот она же тоже может проявить вот эту. Нееет! Вот эту остановить. Но тоже там никто не прыгает особо. Кстати, да, женщины больше прыгают. Общественное давление, конечно. Ё-моё. Женщины могли кого-то спасти. А что мы вот сейчас говорили? Мы говорили про вот это насилие школьное. Ну, я вот не понимаю, это что, это момент какого-то самоутверждения? Ну, это где-то, да, где-то вот первые какие-то социальные выстраиваются. Знакомство, то есть, как это, Повелитель Муха, вы читали? Бля, я пока две книжки читал, если честно, вот эту первую. Круто, что ты обе зацитировал. Ты в мою не попал, ни в одну. А какую ты читал? Подожди, Граф Монте-Кристо ты читал? Нет, нет. Ну, это вообще, это самая мужская книга, которая есть. Это вот мужик, который, это отец, который ушел из дома, и все такие, да нахуй, он правильно, что он крутой ушел, бросил все. Надо будет посмотреть фильм. Короче, это дети, это дети. Мне кажется, там вообще другая тема. Это первобытное вот это, типа, бэ, бэ. Ну, то есть. Но кто-то же и не выходит из этого потом. Ну, это потому, они потому что так и не уехали оттуда. То есть, они вот какой-то сформировали себе вот этот чемоданчик правил и знаний, и никак их не расширили кругом общения, как-то на других людей. Вот в Москве ты такой, здравствуйте, здравствуйте, ну, типа, ничего себе, уважение какое-то, да, будем тут, да, в лифте ехать. Будут тут чиниться перед друг другом. Да, 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 и на это сильно же подкидываешься. А кто-то вот такой, да мне-то не надо за хуй, блядь. Дождался жену, избил ее, и все. Такая жизнь. Осуждаем. Осуждаем. Я не согласен, на самом деле, что прям в уезде дело. Ну, типа, дело прям в изначальной, да. Ты прикидываешь, что, типа, есть момент, что тебя, допустим, с детства, ты еще даже не в школе, и вот просто к вам родственники пришли, у которых есть пацан твоего или около твоего возраста, или вообще все равно, или просто ребенок, просто большая девочка, которая больше на парня похожа. А я такие, чермен, чермен, а вот это, давай, ты с сосиком, давайте, давайте, кто сильный из вас, кто сильный из вас. Это вот ненормально. Да, надо подраться. Ну, это вот ненормально. А ты такой, папа, папа, блин, ну это чудо, видите как. Я тебя люблю, ты меня хочешь, чтобы я дрался. Нет, там вам быстро подкидываешься, нет? Ну, конечно, ну, это я сейчас, это я сейчас. Кто-то один быстро, а второй-то просто уже в драке. Нет, это я сейчас это возвращаюсь, рассказываю. Конечно, тогда ты такой, ну, типа, опять-таки, смотря какой-то ребенок. Прикиньте, никто не думает вот из взрослых, которые подначают детей, то есть для взрослых, ну, то есть это же прикол. Вообще пахует. Это прикол просто, на самом деле. Ну, то есть это как, кто-то есть младший в беседках там, давай, а кто? Это просто, никто не думает, что это оказывается так всех травмирует. Да. Зато видите, как хорошо, что выросли мы, и наши дети будут другие. Я же вообще нормальный, сто процентов. Все child free. Сидят. Слушайте, ну, мне нравится. А что мы говорим? Давайте, да, мы потом скажут вообще нихуя про тему выпуска. Я вообще не должен говорить о нашем шоу. Я могу продолжить читать, если что вас зацепит, то и скажем. Я не помню, где остановилась. Просто вот этот пункт, который ты говорила про обеспечение семьи, вот это все, у вас же, прикиньте, насколько это далеко еще от мужчин, что чуть-чуть вот это проявление, знаете, когда женщина там, то есть у меня даже жена иногда мне там что-то раз штаны купила, и я такой, что? Ну, то есть такой, я вот это поймал, настроение, которое она ловит после секса. Знаете, когда вот так, так, так просвела, ну, то есть они рады. Я вот такое, что-то нифига себе. Ну, блин, это, надо предысторию рассказать, да, что у вас, когда нет секса, настроение портится, ну. Да-да-да, нет, просто смешно ты как-то ее показал. Я представляю, ты еще лежишь, а она уже идет. То есть, когда вот, знаешь, что-то такое проявляют, то есть заплатила еще что-то, и я могу себе это позволить, но если это, это очень приятно. Приятно, приятно. Аж настолько это приятно, что аж, вот как, не надо так делать, все. То есть ей плакать я не буду, да. Я вот к твоему этому примеру и хотел сказать, что, типа, когда ты говорила, что про женщин, которые, а зачем я, условно, весь бюджет, я буду на свои нужды сама зарабатывать, вот, ну, в мужском мире настолько уже, ну, принято, с корнями, вросшено, что, типа, только мы, что если ты работаешь и хотя бы условно, там, маникюр и прическу делаешь за свои деньги, уже ты такой, вот, ты, типа, девчонка, молодец, я вообще не претендую на твои ничего, классно, что ты хотя бы это, с моих вот этих плеч убрала, и, типа, клево. Как мне вообще просто так далеко от меня, ну, не работать и не зарабатывать, что мне даже, ну, вот, ты сейчас говоришь, я такая, блядь, ты представляешь, в каком стрессе жить, вот это всегда, когда у тебя нет денег, я сама себе все это оплачиваю, блядь, вот ты такая, месяц готовишься у нее попросить денег, боже, как, блядь, как, это, прикинь, она вот это, эта женщина выбирает вот это, вот это ощущение, чем вот, блядь, просто пойти работать, заработать, то есть она вот так будет в ахуе такая, бля, он опять не даст это. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Блин, а мужик, который приходит, и она весь день дома, весь день, ты заебался, приходит, ну, вы представляете, я просто не представляю, вы представляете, ну, вот у меня папа приходил, а мама весь день дома, а я вот тоже не был, и мама пытается, ну, начать день свой, мы пришли, она такая, ну, давайте попиздим, а мы вообще не в настроении разговаривать. Что они, вот женщины, не знаешь, что они прикрываются вот этим, знаешь, типа найти себя, да никто не против, ну, просто, а нас кто-то спросил, я вот, мне повезло, я нашел, но сколько типов, которые просто с кайфом поискали себя, гончарное дело, бля, вот это все, висеть на этих шторах, ну, просто я уверен, что вот опять же, если бы мужчины пошли бы, это йога, я понял, да, если бы даже мужчины занялись бы этими кружками, ну, они бы хоть ровные стали, наконец. И не дрались бы на улицах. И не дрались. Я бы хотел попробовать это. У меня вот был лет пять назад период, когда любая хуйня, я такой, ебнулся. Стриптиз, этот, ну, на пилоне что-то человек делает, гончарное, еще что-то, ты такой, ебанулась. Не, ну, да, так так и есть. А сейчас я такой, да, блядь, сделать вазу нахуй хочу. Подарите мне делать вазу. Ты просто ебнулся, я не понял. ты же правильно делал выводы. Да, я ебнулся. Пилон ебнулся, да, только вещь, ты захотел, это то, что ты ебнулся. Так я счастлив, что я ебнулся. Вот, да, в этом-то и прикол. Это просто цель нашей всей, каждой жизни, чтобы нормально ебнуться. Ну, да. Ну, то есть есть кто ненормальный, ты такой, ну, это не надо. Ну, ему в рот суд, да. Ну, или да. Нашел себя. Ну, что-то. А ты тоже нашел. Надо ебнуться так, чтобы еще и обществу нравилось. Так, блин, молодец, как он с ума сошел, круто. Благотворительность. Да, ведет лайвы, какие-то там. А вы бы смогли жить, чтобы жена обеспечивала, типа, вас? Больше зарабатывала? Всегда нет. Больше зарабатывала или обеспечивала? Скабрезный вопрос. Я хочу, чтобы у меня был выбор. Я хочу вот, типа, не всегда, но чтобы я такой месяц вообще про это не думал. Вот так хотел бы пожить. Просто месяц. Ну, допустим. мне просто, я нормально зарабатываю, но если бы я буду, чисто среднюю берем вот эту ситуацию, я бы хотел просто попробовать, но понятно, что мне кажется, мое мужское эго все равно бы такое. Ну все, хватит. Ладно, дядя уже оплатил кофе, все, спасибо, давай теперь я буду. Я думаю, ну вот скорее сказать, что типа, чтобы была возможность на кого-то положиться. Условно. Вот, вот, вот это разъеб, да, что ты знаешь, что это только ты. Ну, то есть, нету шанса просто расслабиться. Ну, просто другая ситуация. Разная бывает, да. Не знаю, я говорю, ну она там получает, ну, тысяч 30, она там, ну, грустный берем, просто грубая, я говорю, она получает, жена у тебя там, девушка, 30-40 тысяч, когда она работает. Такой, бля, ну как я сейчас, а что я сейчас, а если она не работает? И что мы? Просто будем сидеть? с кайфом, вот, и сколько мы дней вот так будем сидеть? Пока ты не найдешь работу. Да, 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 понимаешь? Потому что, вот видите, вот какой сексизм. Мужчина выстраивает свою жизнь, есть работа, вот линия работы, вот она, линия работы, где ты работаешь, и ты к этой работе прилепляешь хобби, встречи с друзьями, какие-то там прогулки, а у женщины, средней, какой-то женщины, не средней, просто есть какая-то одна женщина, которая, бля, просто, она, ну, она, у нее нет вот этой линии работы, она просто такая, и вот я вот так как-то живу. Как-то вот так кайфует, тут, 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 потом. Ну, у нее в любом случае какая-то линия есть, у нее, скорее всего, там линия материнства. У нее линия родителей, друг, вот эти, откуда деньги? Ну, то есть, чтобы вот так двигаться, так все равно, это же как-то надо двигаться. Линия вот так-то османского дьявола, вот такая. Здесь покружила, типа пчелка. Я отвечаю на вопрос. Нет, не хотел бы, чтобы меня полностью обеспечивала женщина. Ну, чисто попробовать, как аттракцион. Хотел бы, чтобы я мог на нее положиться, Ну, я готов вписаться. Контекст важен. Я с ней, если мы с ней семья, если это моя жена, это наша семья, то я бы в целом был не прочь положиться на второго человека, если у меня случился пиздец, я разучился говорить в микрофон или что-то такое. Ну, я бы хотел, чтобы у меня было и то, не чтобы всегда, а чтобы у меня, я знал, что есть время, когда она поддержит нашу семью, чтобы я придумал так. Чтобы это для нее не стало проблемой. Да. Вот это самое важное. Потому что, скажи ей вот это. Пока, мне нужно время теперь, чтобы я, не знаю, теперь был клевым без микрофона в чем-то другом. Типа, в миниатюры пошел я и там клевый стал. Конечно, да. Но так, чтобы я был чермен. И, ну, знаешь, вот этот, как в Голливуде, когда какая-то звезда встречается с... Как Белла Хадид, которая... Белла Хадид встречается с просто типом. И все с этого офигенно кайфуют, что, типа, это просто тип. Так и она тоже... Не, она Белла Хадид, братан. Она модель. Она модель. Ну, так это хорния полная. Она миллиардер. Она... У нее триллион, миллион всего. Это все благодаря ее родителям. А он вообще просто чел. И для всех он такой, ну, чел Белла Хадид. Прикинь, как он комплексует. Скорее всего нет. Сколько надо быть проработанным, чтобы... Или вообще сумасшедшим, чтобы такой... Да, обычная ситуация. Вот он явно... Он явно преисполнился полностью. Вот он явно не чувствует. Такое давление невозможно было бы терпеть. Если бы ты реально был не вот такой, типа, да, конечно, да, Беллочка. Это Беллочка. Для него это, понял, для него это какая-то Беллочка, типа. Беллочка. Он ее в Старбаксе, Беллочку увидел, да. И все. А для остальных людей это Белла Хадид, которая миллионы подписчиков. И вот этот тип какой-то... Он даже не спортсмен, никто вообще, непонятно кто. То я бы не хотел быть вот этим, типа... Ну и этот... Аланкин парень вот этот. Аланкин мальчик вот этот. Я бы так не хотел. В отношениях можно, я вам говорю, просто легко испортить. Вот знаете, как жене настроение можно испортить. Просто в один из дней просто так искать. Слушай, блин, все короче, пиздец. Все, не будет денег. Придется как-то... Может, за твои, я не знаю. Я это, бля... Я вам говорю, день просто... Вот на два дня вот так человек просто... Я вот так раза два делал с Наташей. Просто у меня я такой, бля, ну вдруг, ну реально, то есть бывали моменты, когда я такой, все, ничего не будет. Я не знаю, месяц-два, и это вот такие думы, человек такой, бля... ответственность так придавливает. Все, нету вот этого легкости жизни. Что у нас сначала такая, да подожди, да подожди, Да, разберем, не волнуйся, все нормально. Ты вернешься, мы тебя вылечим. Не, даже не вернешься. Да я все нормально, что ты? То есть, а там не решается проблема. Она вот так, вот так, это ответственность, типа, нести, е-пух, придавливает, и все. Ну это тоже слишком резко. Мне кажется, я бы не смог, что полностью, но если женщина зарабатывает больше меня, типа я вот сейчас, мои деньги, а она 10 миллионов долларов. Ну окей. Как-нибудь потерплю, да? Я вот на свои нужды буду тратить, а она за квартиру платить. Блин, я сейчас... Можно ли измерить любовь деньгами вообще? Нет, в смысле, да, нужно, даже за квартиру, она еще и тебе будет все покупать. Конечно, я говорю, я да, 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 да. Я просто не хочу бездельничать. Да, 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 где эта женщина? С утра проснулся, да, масочку какую-то сделал, пальц поехал. Мы же не спрашиваем, хочу ли я стать, и цена отстала. Как ты их разделил вот этими разделителями? Я сейчас, пока ты говорил про то, что хотел бы знать... Нет, нет, я думала, что ты бы хотел знать, что можно положиться. Мне пришла в голову такая мысль, что я так думала, какой Рома молодец, что он меня там поддержит. Он говорит, пробуй вот в этот проект, пробуй сюда, не отказывайся, даже если ты боишься, надо все пробовать там. И что-то мне помогает с концертом, еще что-то. Я такая, он, блядь, просто себе стелет запасной план, чтобы когда он перестанет работать, я это все вывозила. Туда все несешь домой? Вот если бы он левой телке это горел какой-то, то я в другой. Я думаю, если это как прикол, да, но я думаю, даже не проскочила такая мысль у него в секунду, типа, если что, назови... Он это говорит в слове. Да-да-да, не проскочила. Он-то даже при мне говорит, когда я в бестях. Он говорит, что он ждет, когда уже он сможет стать домохозяином, готовить, типа, все дома делать, чтобы я только приходил, он мне ноги мял, салатом кормил, и все. Блин, так жаль, что мы с ним разного возраста. Я бы вот хотел с Ромой в одно время стареть. Так, а что еще, Зоя, что там было? Смотрите, вот что-то пока... Ты выбрала не самых стереотипных, конечно, чуваков. Ну, понятно. Нет, ну, хорошо, я еще не все дочитал. Доминировать над другими мужчинами, быть главным самцом, это, мне кажется, вот это я замечаю, что в каких-то компаниях мужских, особенно если она новая или часть людей новых, пришла, есть какое-то... Ну, по-моему, нету такого. Я думаю, тут нисколько над мужчиной, просто потребность быть пиздатым. выебываться. У людей такое есть? Ну, просто такое, даже я не хочу, вот я не хочу быть лучше других, я просто хочу быть, ну, нормально, ну, то есть, мне лучше, мне лучше, когда ты лучше, это надо очень многое. Это соцессия своя, Это сильно, это заеб. А вот быть вот в этой, в зеленой зоне, знаешь, в зеленой зоне, все, мне все, у меня нормально, я никому ничего не должен, все, у меня хорошо. Ну, важно, чтобы ты так стоял, чтобы уважали тебя при твоей женщине, и когда с тобой приходит женщина, она автоматом становится чем-то неприкасаемым, уважаемым, ну, приятным, таким ты должен быть, ну, чтобы, типа, все сейчас сосать будете, у меня, это в хату надо входить, типа, ты про это говоришь. Ну, пососать это я не говорю. Я же говорю, я так, ну, стереотипно накидывала, старалась все охватить. Ну да, это все, каждый этот, это вот как топором. Быть физически сильным, уметь драться? Ну, это, я не знаю. Не во всех районах Москвы. Вот, я говорю, я по этому Москву переехал, здесь уже никто не дерется. Здесь вот этот, здесь настолько дохеродел, что есть вот перцовый баллончик, такой, некогда, бля, пах, бля. Нет, со мной хотел драться, какой-то сумасшедший. А все, говоришь, увидимся в нашем деле, бля, вот это, и кидаешь ему вот это, и все, и уходишь. В каком нашем деле? Все, сейчас если драться, то под камерами и заденьги. А, все, на поповом месте. Я все равно вот так. Прямо драться будем с тобой в метро, вот это вот я просто думал, ты вообще дурак. Вот просто, и прямо сейчас будем драться, у тебя вообще дела никаких, бля, нет? Вот сейчас будем валяться, я не против, но валяться мы, да, будем, то есть для всех мы долбоебы. Потом грязные, и вот прям ты будешь, порвали куртку, бля, в дерьме, и ты прям такой, да! Победил. Мы оба долбоебы, мы грязные, вот так будешь ехать, вот так сейчас, еще 10 станций. Так, и тут красное, бля, все. Какая разница вообще? Короче, поэтому Москве лучше. Драки хуйня. Да, главное за вот этот кружок не уезжать. Это все в первом кружке действует, Да. То есть дальше вот это, там третий, вот это трешка, бля, ну, я не знаю, там дальше уже и охуел. мы внутри трешки сейчас, ладно, все. Конечно, мы здесь это, здесь нельзя. Как в этих. Мирно уйдем. А вот такой момент, вот такой момент, ну, такой элемент мачизма, и тоже какого-то вот... Чего? Мачизм, мачизм, мачо, от слова мачо, что значит, мужчины, ну, этому я была свидетелем не раз и не два, потому что я много общалась с парнями, там, начиная с подросткового возраста, дружила всегда с ребятами, значит, какое-то превозвышение своих сексуальных могуществ, там, сколько у тебя было, как там, короче... А, вот это, хвастаться, типа? И хвастаться, и как бы, да, всем показывать то, что ты такой невероятный гигант сексуальный, да, чтобы ни у кого не возникало сомнений, мужик ли ты? Ну, типа, как будто это связано напрямую, типа, если ты мужик... Мне кажется, это не то, что мужское, это, мне кажется, какая-то травма, нет? Просто я знаю таких людей, которым, вот типа, им важно вот сказать, с кем они были, для меня... Я такой, так зачем это рассказывать? Если ты это рассказываешь, тебе никто не даст больше, ну... Ты ходишь, рассказываешь, тебе никто не даст, ну, просто не рассказывай, да, бля, ходи, улыбайся. Я помню, в школе вот эти были крутые чуваки, которые постарше, вот они в раздевалку, там, в бускетбол, допустим, играем, приходили, рассказывали, но здесь что-то я... в Москве-то я уж не встречал. А Гурам, ты был давно с Гурамом? Так что, съехал? Ну, давно. Ну, я вот он... Я вот два дня побыл с Гурамом, у меня, мне кажется, эстостроном поднялся, реально. Я уже такой, ничего себе. А Гурам, кстати, все равно, он и мне рассказывал, типа, ну, это не только мужикам. Если нет мужиков поблизости, он рассказывает. Хвастаться этим, мне кажется, что хвастаться. Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Что есть какой-то вот... Есть, есть, В кино еще где-то, что вот образ мужика, это такой... только если она сквертанула, но тогда, да, тогда это... Это стоит рассказать. Там что было, ну... Все, извините. Короче, какой есть теоретик? Это платина. Что, во-первых, у мужчины всегда, он всегда готов, всегда стоит, как только это нужно, да? Типа, да, что мужчина, ты имеешь в виду, что мужчина может не хотеть, или что? Я имею в виду, что вот у нас есть какая-то связь между тем, вот какой должен быть мужчина, да? Есть какой-то набор качеств, и в них входит желание трахаться. Что он ебака должен быть, да? В любой момент качественно... Качественно, чтобы тогда, когда нам это нужно, Нет, но вы же женщину... Вы во сколько поняли, что это стереотип? Во сколько лет? Вы же уже поняли, что это не существует? Ну, прям, ну, прям все такие... Нет, понимаю, конечно. Как он меня... выебал, вы же этим уже занимались больше двух раз, вы поняли, что прям, ну, прям искать надо, ну, это... Нет, я хочу услышать о ваших ощущениях, когда вы... Ну, было ли у вас такое, что вы такие, я вот такой должен быть, потом ты понимаешь, что это не так, и как ты это внутри себя пережил? Мне кажется, в кино, наоборот, показывают, что это долбоеб, мне кажется, нет? Как, как, что? В кино показывают таких людей долбоебами, ну, то есть он приходит такой, я там, и мы такие, он долбоеб, мужчины... Блин, тот герой романтический, в которого влюбляется, там, женщина, допустим, и у них вот тут же происходит секс, ну, ни разу в кино там не было, ну, там, не было какие-то там суперкомедии, но если мы берем то, что ты смотришь, такая, я хочу, чтобы у меня вот так было, девочка, да? вообще вот это, секс анализировать, мне кажется, вот можно нормально заняться сексом только через лет семь где-то отношений, нет? Ну, когда уже это только... Вы там просто, очень многие трахаются, вот это пьяные, ну, что вы там хотите, ну? Я просто, вот про Гурама мы говорили, как-то мы оказались среди каких-то и он, и какие-то еще девушки, и одна девушка, говорю, рассказывала про какого-то парня, своего бывшего, и про, говорит, и вообще с ним секс неудачный был, я спросил, что? А что было не так? И она говорит, он меня не помыл, ну, я такой, ну, бля, вы понимаете, что? А потому что никто не общается, это же вот такой секс, когда я, а, а, и все, и вы, дай бог, там кому понравилось, если да, еще ведь нет. Он меня не помыл? Ну вот, я это даже анализировать не стал, то есть, прикинь, кто-то первый тип, который ее помыл, да, и она такая, значит, они все должны так делать. То есть, понимаешь, вот никто не общается. Он меня не помыл. Я тоже, ей вообще не 70 лет было. Ее же дед. И ходячая, да? И ходячая. Так вот салфеткой в нее, так, 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 вот так, сделай все. Давайте тогда пойдем в обратную сторону, не я вам буду читать то, что я придумала вам тяжело, мужчинам в жизни. на самом деле все же подходит, все же подходит под стереотипы. Тяжело ли быть не ебакой, или что имеется в виду? Тяжело ли не соответствовать вот этим правилам? сталкивался ли ты с тем, что от тебя чего-то ждут, там, того, чего нет? Мужской, конечно, да. Ну, наверное, да. Ну, это, наверное, не проблема просто. Да, да. Парни, ну вы что, вы колпец. Не, ну круто, когда ты в каких-то других сферах реализовался, поэтому это проще переживать. Жизнь внутри кольца вообще, типа, выветрила, да, все из вас вообще вот это. Ну, я же тебе говорю, видишь, когда ты в нескольких, есть сферы просто жизни, типа, если еще и в мужском, бля, не получилось, это очень грустно. А когда ты несколько сфер закрыл, там, типа, работа, что-то, что-то там. Объяснили. Такую там где-то просел. Ну, смотри. Не, я понял, да, когда ты в чем-то хорош, отдельно, в другом, это костылек, если ты плох в мужском, это костылек 100%. Но то, что ты, типа, не переживаешь из-за этого, если у тебя, допустим, не складывается на этой стезе сексуальности и вот этого всего, ну, ты же пиздец переживаешь. Потому что это, ну, опять-таки, мы там, эти, в горах, с детства ты вот в этом, типа, мужском сообществе, где вот это, вот что же ты читаешь, это практически ролевая модель крутого типа у нас там. Умеющий драться, смелый, берущий на себя ответственность, имеющий претензии на то, чтобы не просто уметь драться, а быть самым умеющим драться, самым смелым, вообще, медведя побить, блядь, какие-то сексуальные победы, ну, тут уже в зависимости от, типа, этих маленьких компаний, типа, ты рассказываешь, не рассказываешь, это скорее тоже, то есть, не подробности рассказать, а то, что сам факт, типа, ну, понятное дело, типа, да, и я его, вот это вот. Ну, короче, ну, короче, и вот внутри этого, ты, прикинь, вот я ребенок, я такой, так, круто, в каком-то выпуске мы уже об этом опять-таки говорили, что я такой, тебе приходится, ты и так, а что здесь, как надо быть клевым? И тебе говорят, клевый, это тот, который трахается вообще постоянно, и женщины в восторге, и вообще, если даже у него жена есть, самый клевый, это тот, который умудряется на стороне трахаться так, жену и других, но чтобы никто друг о друге не знал, и все было клево. И ты такой, вот так это быть клевым мужчиной. И потом, когда ты выходишь в жизнь, взрослеешь, ты такой, ну, да, есть некоторые несоответствия, с которыми я не согласен, но вот эта штука в тебе живет, условно, допустим, тебе сильно нравится девушка, у меня так было несколько раз, когда тебе, ну, у вас еще ничего не было, и ты уже заранее чувствуешь невероятную симпатию, ты такой, ёбанец, секс, вообще, как было бы здорово. Чуть-чуть. Да, ты почти, ты почти плачешь от того, что ты, ну, представляешь это, да. И когда это происходит, ты вообще сегодня не Формула-1, ты вообще не Молния Маккуин, ты не скорость, ты не мощь, ты не, ты просто, типа, вот как Артем отыграл, вот это, ага, ага, и все. Это являетесь проблемой? Конечно, и ты лежишь такой, она больше никак, она, наверное, сейчас уже в голове накидывает, как они смешно в чате женском разъебут меня, и никогда в жизни мне больше не позвонит, не напишет. Только если она такая, слушай, я опять хочу разбавить свой охуенный секс вот этим, то, что ты делаешь. То, что ты исполнил, это же тоже явно что-то, так что давай, еще раз, экзотика чисто. Блин, ну в Москве, мне кажется, надо делать на эти какие-то поглажки, ну ты бать, мы тут все на стрессе, ну давай это, базар ноль. Семь сделаем, семь, и на семи или пять и вывод делаем. Типа дистанция? Да, да. Что это вообще такое? Сколько раз эти? Прям с первого раза надо? А ведь самый, знаешь, ты тоже не была ходить, давай, блядь. Самое смешное, что типа, вот, похуй уже. В общем, я вот, когда встречался с девушкой, типа, последний раз, у меня, вот, был самый неудачный первый секс в моей жизни вообще. Он практически даже не произошел. и самая ужасность в том, что до него, ну, до момента, когда он начался, я был, короче, блядь, ну, понял. Я типа, мистер Испитин. Ёб твою мать, трахаться здесь есть кому? О-о-о-о, вот такой, блядь. Ё-моё. А потом, а потом лежишь, и, ну, ты же весь еще такой, блядь, да я не знаю, что ты качаешь. Че мы ели, че мы ели, мы ели Бурату, да, это вся эта хуйня Бурата. Ее уже в процессе, за что с ручки, с блокнотом уже реально анализирует такая. Так, да, это мы выбираем. Да, стопудов. Да, короче, мне кажется, прикол еще, я вот думал, что мужчинам нам просто про него думать нравится. Ну, то есть, про секс именно. Что ты такой, и так, и ой, и вообще, и так, а вот, а и женщинам именно заниматься нравится. Мне прям, заниматься я такой, ну, и тоже, блядь, дела тут, нихера себе. Я там думать хорошо, а прям тут, слышали, тут херает, больше, чем тренировка. Я тренируюсь меньше. Рыбаешься в зале, бля, меньше. Вообще, понимаю, о чем ты говоришь, прекрасно, но я говорю, ты действительно считаешь это проблемой? В смысле, что я считаю проблемой? Ну, в самом деле, просто мужская проблема. Я понимаю, что такое есть, да, но я такой, да и ладно. Ну, понятно, что типа, условно, я же сейчас эту историю рассказал, явно из-за того, что мне уже, я ее уже типа пережил, и мне уже все равно, да, конечно, на расстоянии тебе все равно, но когда это произошло, ну, братос, это было вообще не, типа, не клево. Не приятно, не приятно. Потому что в эту секунду нет ровно ноль слов, ноль шуток того, что ты можешь сказать, и она такая, а, да, да, да. Все, что ты не скажешь, это типа, ну. Поэтому нам Бог дал пальцы. Бога? Прикинь, и типа, если она после этого с тобой, ну, что это, вот это вот, это уже другая грань уверенности. Ты такой, ну все, это шанс, это второй шанс. Это я ей точно понравился, если она вот этот кульбит решила еще раз. Еще раз запробовать, то это я. Ты вообще, да, если прям хватаешься, ты нагадал, или что? Там прям было че, да, че, что-то там, с че. Я понял. Я понял. Точно. Поэтому, ну, это сто процентов важно. Ну, то есть, это в голове... Для кого не важно? А когда не важно? А когда не важно, брат? Для всех важно? вот я согласен, я бы просто дополнил, что в голове, когда, условно, у тебя еще интимная жизнь не суперактивная, ну, когда я, допустим, жил, нет, так будет плохо говорить, короче, раньше, когда я там, до, там, какого-то возраста, у тебя половая жизнь, когда ты пацан, условно, там, где я рос, это, типа, ну, ты каждый секс, это надо в Mortal Kombat столбик пройти. Каждый секс? Каждый секс твой, да, следующий, это ты побил босса, всех остальных, типа, это большой путь, это не так, типа, ты там, свидание у тебя, ну, то есть, то есть, это как, у тебя сначала эти районные, потом региональные, то есть, попытка, чтобы ты стрельнул, вообще, типа, попадешь, не попадешь, это надо выждать месяца три, то есть, это не каждый день, как здесь, знаешь, вот здесь, прямо сейчас попытка, 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 там, каждый вечер, сколько хочешь, а там, типа, надо узнать, кто сначала, есть ли вообще слот, где, Твоя, именно твоя история Это вообще нам Мне ее не понять никогда Вот еще вот эти кавказские Да, окей, поэтому я говорю Как с одной жизнью всегда Поэтому я говорю, вот давай, да ладно, без привязки Все равно же, типа, когда ты молодой Не у всех, условно, не у всех молодых пацанов Ну, типа, суперактивная Сексуальная жизнь, то есть не все пацаны Ну, есть же вот эти, типа, там Стеснительные ребята, у которых не все так гладко Складывается, как у вот этих Артемов клевых, которые вообще И шутки у них, и все классно Мамаевых? Да, да, да Где бы он еще прозвучал, как не здесь И ты вот как раз много За это время, типа, представляешь Думаешь, а если ты еще и порно смотришь Что там вот этих травм, знаешь, сколько Когда ты такой, когда ты первый раз Узнал истинный размер своего Члена вообще, ты такой А-а-а, я в твою мать А я ходил все это время Нормально, нормально А это вообще ненормально Знаешь, ты продолжаешь себя обманывать Все это как с фотографией Это близко, это просто близко Так, если вот так Ну, прикинь, да И ты все это переживаешь Близко снимали Да, ну, типа, если вот так коробок положить То прям видно У тебя в голове, у тебя в голове где-то к 18 годам, скорее всего Из-за, там, фильмов или из-за, там, старшего какого-то товарища У которого вот это все раньше происходило У тебя есть какой-то прообраз секса Всего процесса, как он должен происходить И, типа, когда это несоответствие Ну, в жизни ты с этим сталкиваешься Это, опять-таки, очень тяжко Ну, то есть, ты такой Блядь, со мной что-то не так Или я что-то сделал не так Потому что у тебя изначально ложное представление Типа о том, как вообще должно быть Ты, условно, если ты смотрел вот Вот такие фильмы У тебя вот такое представление Если ты смотрел другие, у тебя другое Типа, ты мог смотреть Сашу, Таню И вот этот прикол, где они такие Сразу вот это, рухнули То, что Богдан как раз высмеивал Типа, они такие Вот он и секс случился Оба-то сали только что Либо ты вот в этом Где Антонио Бандера с Анджелиной Джоли У них там вообще Ты в моменте Ты когда-нибудь секс перематывала вообще в жизни Это же разум Когда они вот это Черные такие, как тени у них Когда они вот так Оба почему-то вот так Не, не Это наоборот как раз пример Что они там прям еще ходили Типа разговоры Не трахаются Или они там Ну реально Типа Там такие классные сцены Это какое кино? Это называется кино Антонио Бандерас Соблазн Соблазн, да Соблазн Антонио Бандерас День студентов Ой, делайте вид Не смотрели Никогда, да? Ну короче Конечно, нет, ушки Я с тобой согласен Я забыл, что мне было 18 лет Я сейчас сижу, рассуждаю Такое Какие травмы и так далее Да, да, да Конечно, в 18 лет ты такой Сейчас Джаба сидит Он же только звезды трахает Тут нельзя это делить На секс На мужской и женской Белу Хадид Там же у всех травмы Белу Торн Наталью Аррейру Ну я именно, знаешь, как Короче, мне кажется Что мужская Что мужчина В плане вот Секса И сексуального Какого-то своего исполнения Он в этом плане Более ранимый Потому что Как сказать Ну вот у меня там Допустим Когда-то там Очень давно Было такое Что мне сказали Что я вот Ну неинтересно Как-то себя веду Во время секса Что мне бы вот что-то Ну Что-то поменять Репертуарчик, да? Ну я не скажу Что я от этого С подкорном человек сидел Там пиздец загналась Я такая Ну тогда с тобой не буду Вот так я типа решила Но при этом Я часто слышала Ну и где-то смотрела И читала там о том Что, например, для мужчины Особенно когда Вот это первые разы Какие-то Там женщина может Ну девушка Что-то такое сказать Что ему нанесет травму На годы вперед Потому что он настолько Типа уязвим Правда Что она такая А, такой и все И у него там Ну условно говоря Понимаешь Для меня Ну это не такая Блин, ну правда Не такая проблема Ну наверное, да Ну конечно Потому что Потому что Извини Потому что у меня роль У меня роль Опять же По всем нашим стереотипам Принимающая в сексе Я по себе Ну как можно плохо принимать Ну блядь То есть тут все равно Ответственность За секс Ну в большей степени Для мужчин Я прям А ну включите Артем обратно Я просто не согласен Ну есть кто Плохо принимают Ну вот так Плохие фичеры Знаешь, когда ешь И вот он не ловит Ну что-то Плохо принимают человека Все выпало, блядь Ну короче, как будто Ответственность Как и за материальное Обеспечение семьи А нет, это я не туда Она больше За удачный секс Она больше на мужчине И за неудачный тоже Понимаешь? Конечно Ну я мне Исполнитель Исполнитель Косячит Сейчас я такой Да я вообще Я без хуя мог бы справиться Ну Это абсолютно верно Я бы не хотел Но в целом Нет Да что вы думаете Ну я такой Ну Ну так Ну смотри Блин Столько всего С точки зрения мужчины Надо Можно Надо-можно Делать Типа И от этого будет зависеть Сам процесс И его итог А когда ты женщина Ну Вот сколько раз Женщина была В роли Чтобы мужик После секса На краю кровати Такой Да ладно Зой Да все До следующего раза Ты сможешь Ноль раз Ноль раз Такой Зой Да Мужчина Быть так тяжелый Вообще Мужчина Так просто Это очень сложно Мы почему до сих пор не сказали Что очень легко Быть мужчиной Да потому что Это очевидно Еще и даже можно Вообще что-то делать неправильно И говорить Блять правильно Вот так Потому что я так сказал Ну не я так А просто такой Ну вот и все Ну вот такой человек Ну вот и все Я вот так буду говорить Вот такой человек Вот так да Ну все И вообще без чувства вины Блять Вот так все Видишь Да и мужчиной Очень легко Блин Я вот Да и женщиной Смотря какой Не женщиной правда Сложно быть Но это из-за них самих Что они сами себе придумали Вот что так тяжело Вот Может они сговорились И пиздят А вы Не думаете Что у вас больше чувств Чем вы сами Или осознаете Или позволяете себе Сказать мне Например тут Или самим себе Ну что нам Вам тоже сложно Так же как и нам Просто мы об этом говорим И мы это себе позволяем испытывать А вы это Ну давите Потому что вы такие Ну я мужик Мне так не должно быть Ну говорите что Слушай Ты меня полтора года назад видела Когда я рыдал с тобой Сидел Ну я Не стесняюсь Ну тебя точно Не ну просто иногда Бывают вот эти ситуации Где Ты вот Сразу Эмоцию не дал Чуть подумал И такой О И вообще не так Ну то есть И не надо плакать Ну то есть Не надо прям Что-то такое О бля Но потом Не совсем Хорошо отражается на тебя Да Вот Я раньше думала Только такую связь Ну и мы про это и шутили Но и шутили Потому что у этого реально есть связь Что если не давать выход К своим эмоциям Которые у тебя есть там В том числе там Грусть Какая-то злость Когда ты там Например не можешь Там на жену наорать Потому что ты такой Она там Зачем Цветочек Я это что-то там почитала Где-то и теперь нельзя Я это проглочу Это бессмысленно И вот тут вообще не надо Зачем орать Ну вот короче Смысл что Но желание орать возникает И желание погрустить И я всегда думала Что вот это уходит В здоровье В психосоматику Поэтому у вас Чаще инфаркты Поэтому меньше живете Типа Но вот я когда почитала Я такая Там же еще есть варианты Что это уходит в депрессию Алкогольная зависимость Там наркотическая зависимость И в том числе То, о чем я никогда не думала Какая-то Такая Мужская Рискованность Ненужная Типа Что вы чаще попадаете В ДТП И Самоотверженность Это просто тестостерон Вот тестостерон бьет Такой Да блять Успею Ах блять Не успел Не успел Пах блять Ну нет Да конечно Разный вид гормонов Сто пудово Да По-другому влияет Ну вот эмоции Ну просто иногда Наверное Если бы я целый день Дома сидел Я бы почаще Может эмоции проявлял А так Некогда Я просто с тобой согласен Иногда Ну когда ты занят Отвлекаешься Конечно ты из себя Я не буду согласен Полностью Не с кем Не ну просто блин Прям плакать Или вот что имеет в свое Если плакать Типа все Не плакать Гнев Гнев должен выходить из тебя Как-то Иногда Это же вообще странно Зачем орать Если вот прям Ты долбоеб Ну тебе так легче Так гнев Это же как раз Вот та ситуация Когда Когда ты не в курсе Что ты долбоеб Это же Гнев Это же олицетворение Всегда когда ты орешь Долбоеб Каждый раз Каждый раз Каждый раз Когда я ору Типа там на кого-то Меня Это не важно Я прям Долбоеб Зачем я ору И мне от этого Не становится легче Что я крикну Мне еще хуже А то что я такой Блять Зачем я нахуй ору Но это же всегда постфактум. Вот так надо, вот так, знаете, когда вам плохо, вот так надо чуть-чуть потрястись, чуть-чуть дать организму понять. Так не делали? Ты же ни разу не поорал, когда ты вначале вот это подумал, типа, кто орет, тот долбоеб, а потом ты орешь. Ты думаешь, что ты долбоеб, когда ты уже поорал. Нет, я научился это делать за мной. Когда уже... Как ты сначала такой, я долбоеб, а потом поорал? Я думаю про жену, я такой, я не хочу вообще орать, это же вообще пизда будет. Ну и в итоге не орешь. Не ору, просто спокойно разговариваю. Ну вот, а ты говоришь, типа, когда ты орешь, ну это понятное дело, но когда ты уже орешь, это уже, ну, ситуация не подлежит уже какой-то оценке. Это оценки здравой не подлежит. Это ты уже орешь. Все, мы уже вышли из вот этого, так делать не надо, когда орешь, да? Да-да-да, мы уже, типа, ты уже, ты вори, братан. Все, мы животные уже. Ну, типа того. Сто процентов. Каждый раз, когда орешь, вот так. И вы трезвые. Ты еще как-то, наверное, громко орешь, у тебя такой голос орливый. Ну не, мне кажется, я просто, вот это мне кричать не нравится, потому что у меня в семье много кричали, и я вообще не могу теперь, когда кричат, меня бесит. Как можно решать все. Да, иногда, я, например, когда орал, редко, очень. А мне кажется, мужчины вообще, подождите, я извините, что перебиваю, а мужчины что, прям не орут? Типа, ты думаешь, или просто проявлять эмоции все? Мне кажется, больше всех мужчин я орут. Мужчины же прям проявляют почти все эмоции, кроме вот слез. Слеза — это не эмоции. Эмоции — это грусть, обида. Ну вот, кроме грусти. Не, подожди. Не, грусть есть. Так, грусть мы испытываем, просто мы не даем грусти раскрутиться. Ну типа не показывать. Типа, ты что, грустно нет? Мы грустные такие, да давай, блядь, соберись, вот так. Мы не думаем, я грустный. Какой я, какой я, какой я грустный. И этим забираете у себя 7 лет жизни. Да на хуй не нужны, блядь? Ходить вот это где-то. Вот 7 лет вот так вот, где-то в метро вот так вот. Или как Хопкинс, блядь, со стендапом в нем ебаном ездить выступать. Да, я вот на сцене вышел, поорал там что-то и все. Ну это выход, кстати. Да, поэтому надо чем-то еще, может, спортом каким-то заниматься, чтобы давать выход вот этим эмоциям. Я ору периодически. Я, ну иногда, знаешь, ты орешь, будучи уверенным, что, ну типа человек не понимает уже вообще никак. И мне необходимо ему показать. И когда я ору, я не думаю, что типа он воспримет информацию лучше, когда она громче и агрессивнее с моим вот этим лицом, блядь. Когда я ору, я скорее, типа, вот, ну, недоволен тем, что, типа, как ты до сих пор, блядь, не понимаешь, правда? Ты не только недоволен. Мало того, что недоволен, и ты еще понимаешь, что прямо вот сейчас вот очень быстро общение объяснить. Ну то есть ты такой, блядь, как я недоволен, какой ты тупой вот так. Да-да-да. Или что-то, что-то. Так, блин, это сейчас не остановить. Вот так вот, подожди, давай обсудим. Это долго. Я уже еду, да. Иногда еще просто, когда не срабатывает, типа, вот этот вербальный момент, типа, или не... Когда вот, ну, у меня раньше была привычка, если реально что-то серьезное, и мне надо вот, типа, осадить своего близкого человека, чтобы он вот прекратил сейчас вот в общей компании и что-то исполнять, я, ну, типа, ну... Невербально это. Да. Давай, типа, все. Если этого недостаточно, что для меня нонсенс. Потому что, ну, я, например, сам привык жить, где мне достаточно бывало. Это в семье тебе... У тебя в семье так было, да? Да, у меня брат... У меня брат просто... У брата был просто такой взгляд, что я такой... Если брат на меня... Он редко это делал, но когда он так смотрел, я такой... Ну, это самое страшное. Потому что я видел, как он орет, и это не так страшно, как то, как он смотрит. И я вот это взял себе, типа, тоже, типа, ну, орать... В любом случае, согласен, всегда орать — это плохо. Но... И когда вот это не срабатывало, и, ну, типа, у меня бывала потребность, как тебе еще показать, что ситуация вот эта, что ты исполняешь, вопиющая, и она настолько не ложится с моим мировосприятием, что тебе необходимо всосать сейчас, что если ты продолжишь, будут непоправимые последствия, дорогуша. Я прям представляю, кто-то мне мать вот так могла сказать, или отец идет... Да-да-да. И все. Я один раз ударил у нас... Ударил, и после этого не сказал, что и кого. Это плохо, конечно. Вот так вот был такой спор, где... Все по геометрической прогрессии. Я сначала смотрел, смотрел, потом орал, меня, блядь, не понимаю. Я уже такой, да, отстань. И просто это вот Новый год, 31 декабря, на студенческой у нас. И там вот все, вот эти три года, так и была вот эта... Азолин там спал, там вот эта пробоина была. Я просто вот сюда и вот так саданул, вот так. Ей? Не, он в стену. Ну да, типа... С мужчиной спор был. Блин, когда круто. Это записали на камеру, как мы оба удивились потому, что бьют женщину, потому что мы против насильно женщин. Абсолютно, абсолютно. А я чуть не ударил женщину, прикиньте. Но, блин... Вот насколько я плохишь на самом деле, вы думаете. Но ты не ударил же? Да не, я говорю же, стену... Ударил стену, но стена тоже женщины. Блин, вот это вообще... Стена тоже она, да, точно. Умные люди, которые разбираются... Они стены не бьют, конечно. Будет и домашнее насилие, и насилие в плане, когда мужчины друг с другом дерутся. Что же бывают драки до смерти? Случайно, не случайно? Это все отчасти, потому что они привыкли в этом мире вот через это самоутверждаться, вот так показывать, доказывать, что он главный, что он сильный. Если бы больше... Ну, не то, что больше как девочек воспитывали, но, например, больше понимали с детства парни, что можно поговорить, можно рассказать, что тебя не устраивает спокойно, потому что, типа, ор переходит в какой-то... Это же ролевая модель должна была быть в семье такая, понимаешь? Они же не должны это как-то были сами понять. Вот он... Именно мальчик, я не знаю, ты просто... Вот есть ты в семье, у тебя есть комната, ты есть в семье, прям нету такого, что вы очень много сильно общаетесь. У девочек не так? То есть это уже надо, чтобы дома тебе... Чтобы ты такой, что-то ты какой-то, давай поболтаем, давай... Нет, просто, блядь, сам это чисто в комнате нахуй изучаешь. О, вот, блин, я когда... Карате смотришь всякую. Я вчера когда читала, опять же, ну, к теме там, типа, и есть чувак, который сейчас топит за создание как бы новой мужественности, ну, вот, нового понятия. Ты про Сашу Долгопову? Нет. Ба! Ба! Нет, он... Сказала чувак. Он британец, там, типа. Ну, короче, новое понятие, что такое настоящий мужчина, который включает в себя то, что он там может быть слабым, иногда проявлять слабость, он там больше развит интеллектуально, чем физически, ну, это важнее и так далее. то есть какое-то вот такое... Не принимаю. Короче, я физически развиваю. Смысл в чем, что ему раньше на все это вообще было до пизды, пока он себя не отловил на таком моменте, что у него есть дочь и есть сын. Приходит грустная дочь, плачет, он ее сажает на колени, он ее гладит по голове, он говорит, все будет хорошо и позволяет ей плакать столько, сколько ей нужно, чтобы успокоиться. И в то же самое время приходит его сын, плачет, он дает ему 30 секунд и говорит, все, вытри сопли, ты мужчина, ты не должен плакать, иди, иди, давай, давай. И когда он понял, что он так делает, настолько по-разному, то есть формирует здесь психику уже, ну, другую совершенно. Представляешь, он такой, эта девочка, у нее такая она хрупкая, а это мальчик, ему вообще все равно, он должен быть сильным. Я думаю, да, он исходил из того, что ему потом в жизни будет сложнее, ему уже сейчас надо привыкать, не распускать сопли. надо поменять теперь. Надо сделать, чтобы мальчики могли плакать сколько угодно, а девочкам говорят, бля, тебе вообще ждет. И это так было бы правильно. И мальчик, это плохо, но и это хорошо одновременно, потому что мальчик сразу, с самого детства, осознал, как будет жить. Вот так ему придется всю жизнь. Вот так придется, всегда, и надо и женщин так воспитывать, нет? Потому что все просто будем несчастные, нет? Ну так и да. А так только вы. Да, и рождать детей, чтобы у них хотя бы они были счастливы, попытались. Так как они будут счастливы, если ты им запрещаешь грустить? Слушайте, меня вот так делали, я считаю, что я несчастлив из-за этого был. Но мне говорили, не плачь, ну и ладно. Ну они вот, знаешь как, никто же не говорит, типа не плачь, да, фраза просто неправильная. Смысл-то другой доносится. То есть я не говорю, перестань, типа плакать и не плачь. А имеется в виду, давай будем обсуждать, успокаиваться, потому что пока... Не расстраивайся. Да, все. Жизнь, она будет миллиард еще таких ситуаций и переживать так. Жизнь это нелегкая, поэтому... Стоит только дать слабину, она ударит с такой силой, что больше уже и не встанешь. Да, да, да. И совсем не важно, как ты ударишь. Важно, какой держишь удар. Важно, как тебя ударят. Это правда. Как двигаешься вперед. Потому что прямо это так реально важно, как тебя ударят. Потому что если ударят насмерть, ну, тогда плохо. Если хочешь, идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Не, ну можно... Человек-паук? Не, это Рокки Барбор. Рокки-брат, ты что? А, не моя тема. Я думаю, что контекст важен же. Ну, вот, опять, я частично согласен с Артемом, что, типа, нас всех, думаю, примерно же так воспитывали. Ну, что, типа, ну, вот, черное-белое, типа, девочки-куклы, мальчики-машинки, и другое быть не может. Типа, ты терпи, не плачь, будь сильным. А ты, типа, плачь, если кайф есть. Ну, типа... И картошку чистить, не забывай. И картошку чистить, не забывай, дорогуша. А ты что, хотела жаркое, жаркое, грязное... Хотела плакать еще и садиться, чтобы накрыть отсюда? Ничего себе. Ни хрена себе. Вообще все плюшки забрала. Ну, типа, цена этому. Ну, вот. Но, типа, ты сейчас... Вот, Джава правильно говорит. Ну, типа, нас так воспитывали, но в целом, в контексте этой реальности, этого мира, где мы живем, ну, типа, это нам помогало. А это факт. Возьмите любое вот этого хэдхантера. Стрессоустойчивость. Это про что речь? Это значит, что я должен быть вот, блядь, всегда вот такой. Ну, вот, условно, да, если бы... Плакать, да, все. Сейчас давайте разберемся, конечно. Не важно, что... Родители умерли вчера. Я должен прямо сейчас решить все вопросы. Да, вот это именно шероховатость, ну, то есть, которая имеется в этом. Вот эта несправедливость в том, что, типа, мы закупориваем с детства свои какие-то чувства, особенно негативные, где и проявление какого-то уязвимости. Оно... Эти шероховатости видны, когда вот, ну, типа, мы вот в этом уже мире, типа, благосклонном ко всем, где, типа, условно, типа, все толерантные, все равны, феминизм, все дела. Но мы не в этом пока мире, а в том, где все еще, типа, нам больше поможет не то, что нам батек скажет, типа, эй, поплачь, Артем. Артем, поплачь. Все хорошо. Все хорошо, Артем. Когда хочешь плакать, поплачь. Ну, нам это, к сожалению, в жизни вот здесь... вот, может, это в обратную сработало бы, если бы вот у меня вот так, ну, плачь, я такой, да все, я уже не хочу тогда плакать, если вам прямо надо, чтобы я плакал, мне уже не надо. Возможно, и так, да, но в итоге, типа, это тебя больше готовит к контексту нашей жизни. Просто на дистанции. Человек, который не будет плакать и будет сделать, он дальше пойдет. Я понимаю. Но он умрет в 43, скорее всего. Ну, это какая разница. Он потом заработает себе денег и все. И оживерелье. И новое сердце сделает. Новое сердце поставит, все сделает. Ну, короче, да, такое, типа, соу-соу, ну, типа, я бы не сильно хотел поменять, вот, ну, то есть, если возвращаться в детство, я бы, наверное, не сильно прям хотел поменять то, что вот мне давали, плюс-минус, я же сейчас здесь, все же, все же я в порядке, типа, ну, там. Ты под реалией Москвы, это здесь. Кого нет? Ты здесь, вот опять, ты здесь, и ты еще и счастлив. Ну, да. Ну, хотя я, как бы, видишь, я был там, что даже для, там, вот, для вас, для Артема, допустим, вообще, типа, ну, вот этот кавказский движ. Ну, это неправда. Ну, ты только что сейчас сам сказал. Это просто еще, еще понял свод правил. То есть мало того, что... Дополнительно, я и говорю, ну, что мы же в итоге, и я, и он здесь, и все, типа, окей, мы вот, шутки, все хорошо, типа, все клево. Ну, типа, там, вот он. Но вы не знаете, как было бы, если бы вы себе всю жизнь позволяли чувствовать? Я думаю, стендап-комедия вытянула обоих из каких-то стереотипных оков. Да, стопудово вот это, что надо думать всегда. Тебе же надо думать, ты же не можешь всегда говорить, да правильно, бля, эти речи, да хуй, тогда их, бля, бить. Ну, то есть, это же невозможно всегда вот так тупо думать. Хотя бы даже из-за слома ты тебе приходишь такой, да, ну, наверное, все-таки нет. И вообще... Боюсь, что это возможно. И мужчины не всегда прям воняют, они вот иногда гладят одежду. Вот гладят же. Гладят. Иногда же просыпаются и гладят вот так. Иногда, знаешь, он приходит в мяту рубашки, там с матерью живет. То есть, иногда другие мужчины... Вот честно, у меня вообще не было... У нас там вообще не было такой ролевой модели. Для меня это был вот персонаж из российских сериалов. Ну, вот, то есть, ты включаешь условно там убойную лигу и там кто-нибудь шутит типа про... Ну, и мужчины там типа грязные, вонючки, которые там не убираются. Ну, ролевая модель вот такая типа вот этот Федор из Хацапетовки. Там типа у нас вот ты можешь быть любым босиком, любым вообще дегенератесом, но с утречка вообще погладил. Опа, нахрен. Блин, ну это вот опять же. Ну вот, ну типа я вообще не в этой... Я только эту реальность через телек смотрел. Типа, ну там у них вот так. Тут вообще другой движ. Ну типа тут ты можешь быть последним вообще крохобором, лоботрясом, но у тебя все сверкает, все четко, и не дай бог вот здесь что-то раз убрал отсюда нахрен вообще. Кепку надел под градусом определенным, вот так похлопал и погнал за сигами. А деколончик? Ну, либо что-то похожее на это. Если есть деколончик. Если есть деколончик, да. И погнал в падике целый день сидеть с типами. Да. Слушайте, я вот понимаю, что у нас в ближайшее время там, ну, вряд ли коренным образом изменится ситуация. У нас все равно будет вот мужчина больше добытчик, женщина больше, там, очаг вот это все. Я бы сказал, что не согласен, что прям мы не дождемся. Прям так. Вот Артем уже сколько раз сказал, сколько всего позитивного внутри кружка вот этого. Ну, я думаю, по вот так вот общественными слоями, слоями, слоями. Ну, это очень долго. Лет через 20 уже точно будет прям много вот этого. Очень много. В Москве, в Питере. Ты видела вообще, ты видела вообще, ну, типа, вот, ну, срез поколения, типа, которым сейчас там 18? Ты видела вообще этих людей? Мы очень сложно с этими людьми общаться. Вот. Они, они вообще, вот все, что мы сейчас рассказали, типа, где, где с одной, мы же сейчас примеры проводили, где с одной стороны скрепы, а с другой стороны в нашем понимании какое-то, типа, прогрессивное. Для них, то, что для нас, вот мы прогрессивные, даже это, типа, они такие, что, блядь? Нет, подростки вообще другой жизни живут. Они уже в 14 лет осознанные, потому что он уже два раза в рехабе полежал. Ну, то есть уже... Ну, я и говорю, ну, то есть это мы уже с тобой здесь. Ты говоришь про всю жизнь, а мы здесь с тобой сидим, а они уже есть, вот такие подрастающие ребята, которые, ну, типа, вот с этим всем живут, с этими, типа, партнерскими, феминизмом, абьюзом, со всем этим интернетом. Прикол в том, что они все равно пойдут дальше, чем мы сейчас планируем, и они будут нас бесить в любом случае. Даже в своей свободе. То есть ты сейчас такой, нужна свобода, вот это, вот это, я хочу вот так, но они будут такими, что ты такой, шлюхи. Да, конечно, я везде же говорю, я вообще, я всегда, я готов, я готов давно отдать, ну, все под управление женщин, вообще, все, пускай женщины решают, а не получится просто. Но когда я проживу свою жизнь, наполненную мужскими привилегиями, когда я уже вот буду старый, вообще, и такой, ого, сейчас женщины управляют, вау, и буду сидеть со своими, там, пиздюками, такой, а я жил во время, когда еще мы тут что-то решали. И просто угорать с того, как все изменилось. Скажите, ты дедушка, это вот такие семья. Конечно. Потому что это уже вот, это уже круто. Ну, весь прикол, тут же нельзя переобуть, и тут тоже все, и в женщинах дело. Ну, именно, вы сможете, если вы поменяете себя, не только себя, а еще и других женщин, то тогда и мужчины под это подстроятся. Ну, такие, ничего себе. А пока есть вот эти телки, которые такие, да ну, нахуй вообще, буду, буду просто красивой. И все. Вот так думаю двигаться. Которые, не буду, не работать, ничего не буду. Блядь, не хочу. Вот пока они вот так думают, у вас нет шансов. Они портят вам статистику. Вот из-за вот этих женщин. Я считаю вам, женщинам надо разобраться вот с этими суками. Короче, все это заработает, когда мы перейдем в партнерские отношения. Не я и мужчина, там, и она женщина, и вы какие-то. Мы просто партнеры. Блядь, мы с тобой живем жизнь, и нам нужна помощь друг друга. Я поэтому с тобой. Зачем мне человек, который мне не помогает? Мне, ну, это просто странно. Это тогда уже, это, как это называют, содержанство, блядь, какое-то, или что? Паразитирование. Паразитирование. Ну да, поэтому как-то попроще. Я вообще не понимаю вот эти отношения, где вам просто, блядь, тяжело. Ну, это просто, и если договариваться не получается, надо расходиться. Это просто тяжело. Мы хуевые партнеры. Хуевый союз. Расходитесь, расходитесь. Все. Все, расходимся. Да. Но мы классные партнеры. Да.